Девчонки, всем большой привет! Начинаю свой новый влог. И вместо того, чтобы пойти немножечко поспать, отдохнуть после поезда, после бессонной ночи, я решила все-таки не расслабляться и сразу приготовить нам с Яной покушать. Покупала я сегодня две курицы. Вот одна, которую надо разделать, и вторую я уже разделала. Это вот остатки от нее, а из второй части я вот решила приготовить, зажарить ее, ну как потушить с луком и с морковкой. Так, надо мне найти лопатку. Осталось, и мне еще очень много дел, надо будет разобрать. Так, где лопатки? Вот это, наверное, возьму все-таки. Так, вот еще. Ладно, не буду другим брать. Надо будет мне все разобрать, перебрать, потому что ничего не умещается пока что, но зато все мое родное. Вот, значит, добавила я в курицу соевый соус, вот такой вот соль, и сейчас это все тушу. Потом сейчас немножечко потушится, добавлю лук уже порезала, морковь натерла, и сейчас буду разделывать вторую курицу. И, наверное, я это все уберу в морозилку. Тут у меня куриная грудка на такие вот сразу небольшие кусочки я разделала, чтобы ее потушить. И уберу это все в морозилку, и до следующего раза. Нам с Яной, наверное, это хватит, сильно зажаривать не буду, так притушу. И, наверное, все-таки отварю макароны, потому что макароны она у меня любит. Вот, ну а я буду уже под нее подстраиваться. Сейчас, вот мы морковку кушаем, да? Вот, включила себе приятную музыку, под которую мне хочется петь, плясать, танцевать. Она мне поднимает настроение. Я тут сейчас стояла, разделывала курицу, пела, танцевала и радовала жизни. Что еще нужно? Правильно? Вот, поэтому не раскисаем, все отлично, все просто супер. Правда, освещение в кухне не очень. Вот я сейчас смотрю, вот эта вот одна малюсенькая лампочка, конечно, не внушает доверия. Сейчас будет темнеть, и тут очень плохо будет все видно. Но ничего, скоро и это мы все исправим. Аромат стоит обалденный, кстати. И еще, кстати, что хотела добавить. Вот сейчас я стою, готовлю на этой плите электрической. Вот, первый раз. И она мне пока уже нравится, потому что я варила на ней до этого пельмени. Вода закипела очень быстро. Я убавляю, она реагирует довольно-таки быстро. То есть, там сразу забавляется вот этот весь нагрев. Вот, но, конечно, надо привыкнуть, потому что вот эти вообще первые две комфорты, я так поняла, относятся к духовке. А вот эти вот все остальные три, вот сюда вот. А у меня было совсем все по-другому. Но ничего страшного. Самое главное, что она очень хорошо, быстро разогревается и очень хорошо готовит. Мне пока все нравится. Итак, мой первый ужин на этой квартире готов. Вот так вот он выглядит. Еще остывает он. Только-только все наложила. Сейчас остынет, и будем ужинать. Яночка тут кушает огурчики. И говорит, мама, поснимай меня, есть чой. А мы сейчас фотографии делали, да? В инстаграм выложили. Она тут смотрит мультики. Мы интернет тут наладили. О, соседи, привет! А вот и все прелести новостройки пошли. Вкусно огурчик, да? Да. Умничка моя! Хорошо себя ведет. Не капризничала. В поезде вела себя тихо. Никто ее не слышал и не видел. И дома она со мной хорошо сейчас, да, себя ведет. Магазин сходили, покушали. Не ребенок, а золото. Да? О, какой большой ротик! Всем доброе утро! Мы с Яной проснулись. Помаши всем доброе утро. Еще в себя приходим. Я, видите, что сделала? Пледом накрыла окно, потому что мы бы так не поспали бы вообще, потому что здесь очень светит солнце, и даже если нет солнца, все равно светло. Мы вчера легли очень рано, по крайней мере для меня это очень рано. Я легла в 11 вечера. Это по-московскому. То есть по-нашему, ну, у нас сейчас разница была между Москвой, то, получается, я легла в 12. Я пока еще не привыкла. Ребенок тем более. Это все, я думаю, займет у нас привыкание где-то месяц, как в прошлый раз. В этом плане, конечно, тяжеловато ориентироваться. Ну, ладно. Значит, мы проснулись сейчас в 8 утра. То есть по-саратовскому в 9. Вот, взяли уже игрушечки, да? Все, да, достали. Я посмотрела сейчас в окошко, там на улице солнышко вроде как обещают, и дождя не будет. Пойдем на улицу сегодня. Кстати, что хочу сказать. Буду делиться с вами первыми впечатлениями о тех вещах, которыми пользуюсь впервые. Вот сегодня первый раз мы с Яной поспали на нашей новой кровати, на нашем новом матрасе. Матрас мне очень понравился. Он такой жесткий. На него ложишься. После того дивана, на котором мы спали, это просто вообще колоссальная разница. Вообще, это просто матрас супер. Насчет кровати, ну, не знаю, обычная. У нас была вот эта вот часть мягкая на той кровати, на нашей предыдущей. Сейчас жесткая. Вот особой разницы я не заметила. Ну, вот опираюсь я, опираюсь как бы. Некоторым очень важно, чтобы вот здесь вот было мягкое изголовье. Но следующую, если кровать мы когда-нибудь будем покупать, я, конечно, хочу с мягким изголовьем, чтобы она была выше. Чтобы можно было на нее сидя облокачиваться и смотреть телевизор. Ну, а матрасом я осталась очень довольна. Матрас у нас в средней жесткости. И самое главное, что на нем не скатывается простынь. Она у нас не очень была большая. Но она у нас раньше постоянно скатывалась, да, на нашем старом матрасе. Так что такие вот мои первые впечатления о кровати. Посмотрите, чем мы занимаемся с утра пораньше. Мы красим губки. Покажи, какая ты теперь красивая. Вот, красоту ничем не исправишь. Все? Теперь можно идти в люди? Да. Да? Я не хочу там маме, нет, дедушке пойду. Так, к дедушке пойдешь. А умываться ты не хочешь сходить? Нет. Это руки мыть. Руки мыть? Да. Красотка. Еще раз снова всем привет. Мы сейчас с Яной стоим в нашем дворе, ждем, когда приедет курьер. Собирались мы сейчас ехать за документами на квартиру, которые нам уже сделали. Когда мы уезжали, я подавала на тех паспорт и на оценку квартиры, документы. И вот они уже были давно готовы, но вот пришла смс, что можно за ними приезжать. Я туда позвонила, они сказали, обязательно нужно за ними ехать, потому что они еще часть документов скинули нам на дом клик. Вот, но сейчас поедем. Только вышли, оделись и позвонил курьер. Нам сейчас должен будет привезти посылку. Что пришло мне, что я заказывала, покажу вам позже. Вот, но вообще, конечно, мы здесь стоим уже, наверное, минут 15. Домой я не стала заходить. Думаю, заодно подышим свежим воздухом. Сегодня я не стала наводить никакой порядок в квартире. Сейчас надо, основная у нас задача, это разобраться с документами. Вот, и все документы, чтобы уже сделать, узнать. Я хочу еще, нужно будет съездить в МФЦ, узнать, могу ли я одна все это делать без Ильи. Так как он еще собственник, а я, получается, второй, может быть, собственник. Или как соучастник этого всего события. Не знаю, наверное, без него ничего мне не сделают, не дадут сделать. Это что касается оформления права собственности и прописки. Вот, это надо будет все узнать в МФЦ. Ну, если нет, так нет, значит, буду ждать его. Сейчас мне надо самое главное собрать все документы в кучу. Сейчас самое главное, это у нас бумажная волокита. Вообще, конечно, сейчас для Краснодара стоит какая-то нереально холодная погода. Я посмотрела, сейчас пишут 5 градусов и обещают всю неделю дожди. А вот, по-моему, со следующей недели я посмотрела там по 12, даже до 16 градусов тепла. Вот я сейчас стою, и у меня прям мерзнут руки. Я не знаю, почему. Вроде как 5 градусов, но мне кажется, ощущается холоднее. Вот, я надела шапку, потому что все равно я еще до конца не выздоровела. Вот, стараюсь одеваться сейчас потеплее. Как наш вещь сейчас привезут, так мы, значит, и пойдем. Кстати, еще заказала у того мужчины, который нам делал кухню, шкафчик дополнительный. И он сказал, что он его привезет завтра. Потому что я сейчас еще даже не раскладывала посуду, но я уже вижу, что у меня ничего не уместится. Даже если самое необходимое оставить и все ненужное, по максимуму убрать в коробке и куда-нибудь спрятаться. Все равно у меня не умещается. Поэтому я все-таки заказала шкафчик один на 80 сантиметров. Он такой прям довольно-таки большой, в два раза получается больше, чем у меня там стоит еще один. И поставлю его, наверное, за холодильником. Ну, как приедет завтра, я его попросила, чтобы он мне сразу прикрутил столешницу. Говорю, потому что мне некому. И попросила его, чтобы он мне поднял до квартиры. Он сказал, хорошо. Ну и все, посылочку мне доставили. Вот такая вот небольшая коробочка от Грандсток. Сколько заказывала я, кстати, в эту новую квартиру для нашей новой кровати. Потом обязательно вам все покажу. Кстати, упаковали очень хорошо, я смотрю, потому что вещи такие объемные довольно-таки. Но она такая увесистая. Ладно, все, мы пошли. Мы приехали с Яной в центр города. Идем теперь ищем. Куда нам идти? Мы все сделали, да? Идем обратно сейчас? Нет? Будешь сидеть? Кушай, кушай. Хочу вам показать немножечко Краснодара. Самый его центр, как говорится. Мы сейчас вот тут вот решили с Яной пешком пройтись. Идти нам 3 километра. Я сейчас посмотрела по навигатору. Где-то 34 минуты. Но так как мы идем, да? Вот, мы идем, конечно, наверное, час целый. Но ничего страшного. Заодно продышим свежим воздухом. Тут сейчас тепло на улице. Солнышко светит. И заодно город изучим. Потому что тут мы неизвестны, когда еще в следующий раз будем. Все документы я получила. Все хорошо. Сегодня прям я сделала просто огромное дело. Сейчас все нужно будет дойти до МФЦ. И узнать все тонкости, что да как. Так, самое главное у нас теперь будет сейчас ТМФЦ задать. Вот такие вот есть дома. Есть тут новое здание. А вот так вот камушками выложены рельсы. Кстати, я не первый раз уже замечала такие вот банкоматы на парковку. И вот тут вот паркуются, я так поняла, платно машины. А сколько стоит? Что-то непонятно. А, ну вот тут вот может быть 30 рублей. Кстати, не так-то и дорого припарковать. Я смотрю, просто вдоль обочины везде стоят машины. Вообще я очень люблю ходить пешком. И готова даже на дальнее расстояние, там где идти надо час, два или три. Я лучше пройду пешком, чем я поеду там, например, на двух транспортах с пересадками. Но это будет быстрее. Вот мне лично лучше хочется погулять. Вот. И также у меня, кстати, Илья. Мы в Энгельсе очень часто, в большую часть, идем на дальнее расстояние пешком. А могли бы, например, поехать на машине. Но нам больше нравятся пешие прогулки. Это полезно и для здоровья. Ну и, например, вот в незнакомом городе мы узнаем город. Конечно, с Яной особо не находишься. Вот. Но куда деваться. На коляске я уже не стала брать коляску и ехать на ней. Ну, потому что в транспорте с ней неудобно. На такси я смотрела очень дорого. От 500 рублей полчаса езды. А вот, кстати, это знаменитая улица Ливаневского, которую я вижу постоянно на продуктах питания. Когда, например, там везут из Магнита, я смотрю, Краснодар, улица Ливаневского, там, какой это там номер. И вот эта улица. Ну, я так понимаю, здесь где-то на ней, она длинная, находится сам офис, наверное, или юридический адрес. Я не знаю, от сети Магнит. Вот. Для меня это такое небольшое открытие приятное. Давно хотела посмотреть, где же эта улица находится. Вот я сейчас оказалась на ней. Она одностороннего движения, я так понимаю. Я бы не сказала, что тут тихо. Ну, вообще, очень мало народу. Сейчас, кстати, когда забирала документы, там была оценочная стоимость квартиры. Так вот, наша квартира по оценочной стоимости поднялась на 500 тысяч. Вот. Даже больше, почти на 600 тысяч. То есть, если мы ее, например, соберемся продавать, а если еще мы, к тому же, сделали и ремонт ванной в туалете, то как минимум на 500 тысяч дороже мы ее спокойно продадим. Мы сейчас вышли на одну из центральных улиц. Называется Северная. Она большая. И мне надо будет вот в это вот здание. Оно огромное. Называется Кристалл. Вот там я уже вижу написано, вон мои документы. Сейчас пойдем узнаем. Тут, в принципе, потом до дома не так далеко ехать. А сегодня Яна. Герой! Герой! Три километра. Нет? Мне еще правильнее герой. Надо высадить очередь в МФЦ. Ну что? Все, мы уже идем обратно. Зря шли. Время у нас уже 6 часов. Вышли мы из дома где-то в 12. И вот полдня мы сегодня мотались по делам. Вот только зашли домой. Сейчас будем ужинать. На, держи свои червячки такие вот ей взяла. Вот эту вот игрушку она какую-то у меня выпросила. И вот эту вот ей взяла. На, держи. За то, что она себя хорошо вела. Не плакала. Вырядилась. Вот. И не надо целовать. И была очень послушной девочкой. Значит, взяла капусту в магните. Такой вот творог 9% яне тоже. Ну и мне тоже, в принципе. Вот со сметанкой. Вот такую сметану взяла. Такой же еще раз решила взять творожный сыр. Очень понравился. Тебе понравился такой сырок? Ну что ты берешь-то? Вот. И вот такие вот сосиски взяла. Все. Сейчас будем ужинать. Решила показаться все-таки в кадре. Хоть я и не важно выгляжу, но решила с вами попрощаться. Сегодня я уже больше снимать на это видео ничего не буду. Потому что и так оно уже, наверное, получится длинным. Поэтому, чтобы не было оно слишком длинным, я на этом закончу, наверное. Сейчас стараюсь в последнее время снимать максимум 12 минут, 13 и все. Потому что я посмотрела по статистике, очень маленький процент людей смотрит ролики длинные и до конца. Поэтому я сейчас стараюсь делать поменьше, но почаще. Вот, кстати, посмотрела с Яной сколько мы сегодня прошли километров. Так вот, не километров, а шагов. Мы сегодня с ней прошли 12 тысяч шагов. Ну, для маленького ребенка, мне кажется, это вообще просто какой-то рекорд. И, кстати, она сейчас там лежит и кровать отдыхает. Но вот я хочу заметить, что она абсолютно сегодня не ныла. Вела просто себя замечательно. Вот, я даже удивилась. Обычно она говорит там очень быстро, что она устала. Вот, все, девчонки, буду прощаться. Если я сейчас буду что-то там убирать, разгребать, это все буду уже снимать отдельным роликом. И вообще, в принципе, я думаю, уборку, наверное, буду делать отдельными роликами. Кому будет интересна уборка, те посмотрят. Кому нет, то те пропустят. Все, всем пока. Спасибо, что смотрите и комментируете.